Сложный вопрос. Оптика, техника не имеют никакого значения. Был великий фотограф Колькер-Лесон, который сказал, что снимать можно спичным коробком, я полностью его присоединяюсь. Никакого значения не имеет ни оптика, ни места, ни время. Наверное, главное, наш пациент. Пациент, наши герои. Отношение к нему? Ну, если честно, умение сниматься. Отношение может быть прекрасное, а умение к человеку сниматься непонятно. Это специальный дар. Между прочим, не все актрисы им владеют. Они хороши на съемочной площадке, где кино или в театре. А вот где фото, это все другое. Вне зависимости от вашего настроения. А вне зависимости от вашего настроения. Настроен. Вы не в настроении вообще можете творить, или для этого все-таки благословение требуется. Я давно уже занимаюсь фотографией. Это мой единственный способ заработка. Я считаю себя, хотя бы по этому, профессионалом. И какой профессионал, если у него нет настроения, он не может работать? Ну, как будто ему заплатят. Нет, это не по-мужски как-то. А, вы показали это, да, это помогает. Героиня книги «Кварта» я с удовольствием. Даже на самокате, правда. Добрый? Добрый вечер всем. Еще раз добрый вечер, Михаил. У меня вопрос такого толка. Вот эта книга и то, что находится в этой книге, это намек на то, что там находится около ста самых красивых женщин, на ваше мнение, или там все-таки сто самых удачных и красивых фотографий, по вашему мнению? Мне кажется, бесстахный вопрос. Хороший вопрос. Конечно, фотографии, самых лучших красивых фотографий, самых лучших красивых женщин, кроме там, может быть, парочка карпесов. Ну, как бы это сделать для перца, что ли? А как специи? Там есть специи. Можно вопрос? Я их не люблю, но на другую ставить. Спасибо, для перца. Князев Андрей, газета «Мир новостей». Знаете нашу газету, где вы мне написали ваши книги. Спасибо. Вот. А вопрос психологического и философского, точнее, плана. Боюсь, боюсь. Для кого предназначена книга? Для какой целевой аудитории? Либо для опытных, умудренных жизнью людей, интеллектуально развитых, которые таким образом сублимируют, либо для юнцов, которые занимаются при девушках, не будем говорить, но мы все понимаем, вот. Либо же для пожилых людей, которые вспоминают молодость и думают сейчас, таких женщин не бывает, только у него автография. Для кого? Знаете, для меня это не коммерческое произведение. Я, надеюсь, не рассчитываю, и, видимо, не сумею получить какой-то доход от продажи этой книги. Поэтому эта книга для того, чтобы показать моим друзьям, как я умею снимать женщин. И чтобы мои друзья показали своим друзьям, как я умею снимать женщин. А те еще кому-то показали. Ну вот не про пожилых, не про юнцов, которые мы с вами там что-то поняли, что делают. Я никогда не думал. Сублимировать. Да, сублимировать. Я никогда об этом не думаю, но есть о чем подумать еще. Спасибо. Сейчас подошел. Михаил, здесь вопрос, чуть правее.